Кому народу доказать свою правду по тем событиям и по поводу Нагорного Карабаха, вы знаете, я перестал оценивать правоту и неправоту. В любом случае, во всех событиях подобного рода и правы, и неправы всегда все. Вопрос в том, ценой какой крови эта правота и эта неправота доказывается. И какое это может иметь влияние непосредственно на наши с вами судьбы, то есть на судьбы тех людей, которые мне все-таки гораздо ближе, чем, уж простите, и азербайджанцы тоже. Я помню свой материал «Геронгойский батальон» и очень серьезно отношусь к этому и с огромной, кстати говоря, нежностью вспоминаю его героев. Вот напомнили вы мне, могу сказать, что вот это обидно будет слышать всем, но самый храбрый человек, которого я в своей жизни не видел, был азербайджанцем. Его звали Визир. Это был какой-то мужичок в грязноватом, пахучем, очень сильно пахучем селедкой ватнике, который ничем не выделялся, сиденький и простой. И я помню, когда этот «Геронгойский батальон», в котором я был, разгромили, оттеснили, и я видел панику, как основные силы в ущелье Суамбары Сарсанг садились, воевали, дрались за место в автобусе, который вывозили с передовой. Я вдруг увидел одного человека, который сел в уазик, стал заводить его, и этот уазик был направлен туда, откуда все бежали. Вот где было месиво, ад, где уже лежало 500 трупов, где уже все полыхало и взрывалось, где настутали армяне. И я увидел, как этот человечек собирается туда ехать. Я ему говорю, ты что, сумасшедший? Он говорит, там раненые. Ну, поехали вместе, конечно. И там была сцена еще та, потому что там, конечно, оказались никакие не армяне, там оказались мсковские десантники, нанятые армянами. Почему так мощно и удалось выбить азербайджанцев из ущелья. И этот человек, визир. Ну, уазик подбили, нас высадили, собрались расстрелять, но тут, значит, псковские десантники меня опознали. Сказали, Глебович, так это, наверное, на нашу сторону лучше тогда. Я говорю, так вот, какие проблемы-то? Они говорят, а что с айзером будем делать? Я говорю, как что? Пусть идет. И со мной согласились и передали по цепочке, что сейчас айзер побежит, вы по нему не стреляйте. И этот человек, визир, он, во-первых, там подошел, долго копался в разбитой машине, вынул свой автомат, повернулся, пожал мне руку и не побежал. Он пошел, он пошел, он шел так, как не могли бы идти все герои Шекспира. Он шел своей спиной, показывая, что вот она, вот она, мишень, но бежать я не буду. И когда он услышал выстрелы, он тоже не прибавил шага, а стреляли вверх с альпом. Мистер Хач. Понимаешь, армяне не любят жить сегодняшним днем только, они всегда думают о будущем. Какое будущее их ждет тут? Никакого. А какое требование конкретное вот было на митинге? Что, я смотрю, там что-то кричали, это еще там момент такой был. Там кричали еще одну вещь, знаешь, в принципе, вот эти вот провокации, типа, что Майдан и антироссийские движения тут в Армении, в принципе, это частично правда. Мы это громко не афишируем, но народ против того, чтобы Россия в ручном режиме, так вам, да, управляла Арменией, так же, как и другими республиками Российской Федерации. При том, что у нас нету каких-то прав и привилегий в России, потому что многих, например, уже два года депортируют из России. Те люди, которые просто реально ехали на черную работу, они даже этого лишились. У многих стоит просто депорт из-за того, что они просто там просрочили там... Документы, да, вот это да. Да, что-то в этом роде. Не знаешь, такие законы принимаются в Армении. Ты просто, я не знаю, наверное, со слугу упадешь, если не знаешь. Хорошо, новый закон. Те армяне, которые работают в России, должны платить на многие Армении. За что? За то, что они в России зарабатывают, я вообще не понимаю. То есть они и так вызывают деньги в Армению своим близким родом. Да тут и так процесс, ты уехал, семью оставил, да, там, еще какие-то... Люди решают. Знаешь, мне кажется, что у меня вчера было очень много хейтеров, так называемых упадников, да? Да, их много очень вообще. Я все-таки думаю, что это идет, вот этот процесс этот идет от правительства России, который старается всеми методами сделать так, чтобы армяне поменяли свое гражданство на российское, осталось тут много, очень мало народа осталось тут, чтобы, когда Путин уже решит присоединить Армению обратно к Российской Федерации, не было много против протестующих. Я это в речах Путина слышал, он один раз нашему олигарху в России сказал, что... Вот спросил его, сколько армяне живут в Армении? Ну, он сказал там, ну, официально там 2 миллиона. Да, на самом деле меньше, потому что практически 7 раза, вот как в России, либо переезжают. Ну, вот он сказал, в Армении больше, ну, то есть в России, Путин сказал, что в России больше армян, чем в Армении. Так? Это не только наше мнение, это мнение всего, там более 2,5 миллиона армян проживают здесь. Вчера говорили. Я хочу сказать, знаете, вот в вашей статье... В Армении сколько? В Армении чуть больше. 3 миллиона 200. 3 миллиона 200. Это по армянским оценкам. Да. А в нашем меньше. Нет, правда. Правда. Это не шутка, не ирония никакая. Это правда, 500 тысяч человек зимой живет... Не-не-не, не зимой, вообще постоянно. Кто президент армян? Такой вопрос Путин задал, металлический, что он и есть президент армян. И теперь он прав. Главный вопрос только в том, сможет ли Путин сделать так, чтобы жизнь людей стала лучше. Если сделает, то в каком бы виде он это не преподнес. Советский Союз, Российская Империя. Как бы то ни сделать, главное, чтобы людям было выгодно. Людям, а когда людям невыгодно, они выходят на Мальдан. Так что надо знать. Главное, чтобы делать что-то для людей, чтобы у людей просто развились все такие мысли, типа сказочные мысли о том, что, например, президент, он всегда должен быть благородным человеком, добрым и сострадательным. Я всегда думал, можно ли избежать кровопролития, войны. На самом деле нельзя, потому что ты всех убеждаешь, 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 а они невыгодны. Они хотят взять и тебя на лопатки положить. Если ты президент, ты будешь готов пойти на все, правильно? Тогда получается, что Путин, возможно, часто шел на такие, на эти не очень приятные поступки, которые не афишируются. Путин победил Чечню и обратно присоединил, потому что были теракты в России, когда дома взрывались, чтобы у людей была такая смута, страх, и они хотели бы уже пойти до конца, чтобы отвоеваться с Чечнёй. На самом деле это им не надо было, не умею народу. Это нужно было стране, чтобы вернуть Кавказ. Потому что после Чечни, Дагестана и так далее, и тому подобное. Чего добились? Победили Кавказ в присоединении. Армения победили Горубах. И наше новое правительство тогда, кто эту войну победил, после независимости все дела, они были за независимую Армению. Они были вообще авторами этой независимости. То есть вот это вот все дело на площади тогда выходили, типа, за отсоединение Армении, Советского Союза, России и так далее. Так вот, 27 октября зашли в парламент террористы. Армянские террористы, ну конечно. Но это я помню, это несколько лет назад было, да. И ворвались и убили этих людей, которые несли независимость России, на самом деле, на своих плечах. Убили. И ходят слухи, что там присутствует... Это была спецоперация, потому что как могли вооруженные люди за этим полномитом сделать свои дела? Убили их... Субтитры создавал DimaTorzok После этого Путин прилетел. Путин тогда только стал президентом. Вся эта заборушка с Чечнёй еще продолжалась. Путин выиграл и тут. То есть он поставил Армению на колени. Там была в Генри база. Пугает нас тем, что вооружает Азербайджан. Что типа вот если мы руку уберем, это реально. Я видел интервью военного, который по этим делам уполномочий представляет Российскую Федерацию в Армении. То есть вот этот военный человек. Он говорил, что если бы не вас были, там, турки уничтожили. Но дело в том, что мы при турках жили как рабы и сейчас живем при русских. И в принципе, они бы нас... Я не думаю, что они бы нас так уничтожили. В принципе, я думаю, что мы жили бы так, как сейчас. Давай скажем правду людям. На самом деле, почему произошел геноцид армян в Осмазской империи? Сначала скажу о том, что я думаю и о моих источниках информации, что я знаю про то, почему Армению так притеснили со стороны Турции, хотели истребить и забрали земли, как говорят армяне. На самом деле, все как было. Армения хотела сама тоже сделать своей территорией огромную, огромную площадь на территорию. Великую Армению. Реально была такая возможность. И мы решили воспользоваться ей. Воспользоваться случаем. Это вообще наш конек армянский. Вот это и есть хитрость. Да, мы воспользуемся ситуацией всегда. Почему бы и нет? И как только они поняли, что за движуха тут творится, армяне хотят себе Осмольскую империю захватить, они начали истреблять. Смысл был в том, чтобы не то, чтобы уничтожить там до конца Армению, ослабить ее. Или отбить желание. Отбить желание в чем-либо. Так вот, этот метод сейчас везде и применяется. С той же Чечнёй это все отбивание желаний в чем-либо. Донбасс бомбят почему? Что-то люди уехали оттуда. Не будет людей, территория будет свободна. И вот то же самое было в Аббарусе. Врачные связи. Тогда дед мог жениться например на своей мучке. В языческом обществе армянском это было абсолютно нормально. Я серьезно говорю. Это язычники тоже не отрицают. Многоженство запрещено было. Многоженство было при том ужасное многоженство. Даже была такая традиция это все я говорю то, что я слышал от язычников. Что когда в семье была женщина или девушка которая не вышла замуж и отдали армию чтобы она загремела от какого-то воина, от солдата, чтобы обязательно женщина должна рожать. Понятно. Чтобы женщина не осталась девоньки. Такая традиция тоже была. Не считая всякие вот эти жертвоприношения, ритуальную проституцию и так далее, которые были в языческой религии. Не знаем, что были определенные праздники посвященные анагиту, астрику, когда было расхудство. И нормальные люди которые все это видели например, видели вот эту жизнь которая живет тогда на выходе и жизнь которую ведут христиане. Понятно, что нравственный закон есть в сердце любого человека независимости от вера исповедания. И нравственный человек когда видит поведение разных религиозных сообществ конечно он будет выбирать тот, который больше нравственный. Это понятное дело и поэтому я и говорю многие люди приняли христианство. что-то